Здравствуйте! Это канал История Интересна. Я Наталья. И сегодня мы поговорим о том, какие страшные тайны скрываются за русскими колыбельными. Большинство исследователей уверены, колыбельные происходят из древних заговоров. Но тогда почему в некоторых из них ребенка настойчиво призывают умереть? Зачем в России до конца 20 века детям пели про похороны и погост? Почему нельзя ложиться с краю? Стоит ли бояться того самого волчка? И чем на самом деле заканчивается колыбельный о нем? Кто такие Угамон, Сон и Дрема? Как выглядит Бука? И о чем еще были смертные колыбельные? Ну и чем они так удивили современных ученых? Друзья, у нас для вас потрясающая новость! История интересна теперь и на сайте! Увлекательные статьи, новые видео, новости археологии, открытия современных ученых! Ждем вас на история.дефизинтересна.рф Ссылка в описании! Если задуматься, колыбельная действительно не так проста, как кажется. Это сегодня мы воспринимаем ее как чистую утилитарную песню, призванную успокоить и усыпить младенца. Наши предки еще век назад мир воспринимали совсем по-другому. В нем повсюду была сакральная тайная изнанка. Колыбельная исполняется в необычное, пограничное время, время магическое, во время смены света и темноты, во время перехода ко сну, который в народной культуре воспринимался как смерть. Недаром во сне угадывалась доля человека, его судьба, ведь в этот момент он был в ином мире. Именно поэтому так важно было благословить младенца на сон, защитить его. Ведь он и сам еще на границе миров. Он уже в этом мире, но еще слишком зависит от иного. И именно поэтому особенно беззащитен. В этой ситуации колыбельная была древним заговором и берегом, призванным защитить ребенка во время такого пограничного состояния, как сон, и помочь ему вернуться обратно в наш мир. Даже когда ребенок выходил из колыбельного возраста, ему по-прежнему на сон говорили краткий оберег. Улегся спать под Господнюю печать, под Господень мост, благослови тебя, Христос. Одна из самых интригующих загадок русских колыбельных – почему нельзя ложиться на край? Ведь дело тут вовсе не в сереньком волчке, да ему что мешает схватить ребенка, который лежит по центру. Все дело в том, что мы и наши предки край воспринимаем по-разному. Для них край – это была граница своего мира и мира чужого для младенца. Именно на краю завершается для него безопасное пространство и начинается чужой опасный мир, в котором ему угрожают волчок, бука и другие существа. Недаром в колыбельке клали обереги – железный нож, коготь медведя, ломать хлеба, зерна ячменя и ржи. Интересно, что одна из самых известных русских колыбельных, та самая, про серенького волчка, еще в конце XIX века была более длинной и одним волчком не ограничивалась. Но почему одним из самых устрашающих в колыбельных существ является именно серенький волчок? По одной из гипотез волк из колыбельных, записанных сравнительно поздно, это отголоски самых древних периодов человеческой истории, когда дикие звери подкрадывались к первобытному человеческому стаду и таскали маленьких детей, лежавших с краю. В колыбельных он фигурирует сразу в двух опасных ипостасях – может унести в лес, а может и не давать ребенку спать своим воем. Оказывается, все дело в том, что волк в традиционном сознании связан с пересечением границы и пограничными переломными моментами. В некоторых легендах его создал черт, а находится волчок в подчинении лешего. Он может прийти в наш мир из иного и на границе пространства ребенка на край, похитить его. Мало кто сегодня помнит, чем заканчивается такая привычная нам колыбельная про волчка и бочок. В некоторых вариантах концовок он будет ямочку копать, туда Машу зарывать, или утащит в лесок и зароет в песок. Вот такая, казалось бы, безобидная история с сереньким волчком, который ухватит за бочок. Один из самых популярных мифологических персонажей колыбельных – Угамон. При этом исследователи до сих пор спорят, кто этот загадочный персонаж. Призывают Угамон как состояние или призывают Угамона как мифологического персонажа. Впрочем, такой исследователь, как Валентин Головин в книге «Русская колыбельная песня. Фольклоре и литературе» пишет, что Угамон все же мифологический персонаж, который в некоторых колыбельных имеет даже пару. «Уж ты, Ванюшка, спи, Угамон тебя возьми, с красной девицей, с Угамоновной». Но кто такая эта Угамоновна и почему она красная? В красной платье были одеты русалки, проклятые женщины и покойницы-полуверицы. Впрочем, разгадка лежит в старинном заговоре на сон. «Заря Зареница, красная девица, возьми бессонницу, безугамонницу, а дай нам сон Угамон». Получается, тот самый Угамон действует в паре с Зарей Зареницей. Другие популярные мифологические персонажи – сон и дрема – также встречаются и в заговорах. Они всегда в паре. Сон – мужской образ, дрема – в основном женский. Иногда они – брат и сестра. Сон и дрема не просто связаны со сном, они выступают как вестники из иного мира. Они не только наделяют сном, в результате этого сна младенец преображается, растет. Но и как результат сна – его благополучное будущее. Вот такие непростые древние существа. Ну а если досмотреть это видео до конца, узнаете, зачем детям пели про то, как их похоронят. Кто такой Бука на самом деле и как он выглядел. И что показал интересный эксперимент, который недавно провели германские ученые. Бай-бай, долюли, хоть сегодня умри. Завтра мороз снесут на погост. Мы поплачем по воям, да могилу зароем. Начало колыбельной, которую еще полвека назад можно было услышать в русской деревне. Мало того, в некоторых из них подробно пропивается похоронный обряд над конкретным младенцем. Со всеми деталями. Ученые называют такие колыбельные смертными. Нет других, которые бы вызвали столько их споров, что это пожелание смерти младенцу. Исследователи выдвигали версию, что исполнение таких песен связано с нищетой многодетной крестьянской семьи. Из-за этого-то, мол, новым детям или девочкам и пели такие колыбельные, желая ускорить их смерть. Другие предполагали, что их исполняли больным, увечным или незаконорожденным детям. Впрочем, современные ученые с этими гипотезами, как правило, не согласны. Есть записи, когда абсолютно здоровому, единственному ребенку в убаюкивании повелительно шепчут «Умри». Американская следовательница Спиц высказала предположение, что русские смертные колыбельные песни – это скрытое желание избавиться от дитя, матери или няньки, поскольку они им пленены. Конечно, такие настроения няньки были описаны еще в рассказе Чехова «Спать хочется», но акт реального пожелания смерти ребенку в традиционной русской культуре – это акт проклятия и душегубства, который скажется и на самом исполнителе такой колыбельной. Фольклорист Валентин Головин пишет, что идеи детоубийства в традиционном русском мировоззрении не было. Как раз наоборот, все ритуальные действия, связанные с младенцем, были направлены на сохранение его жизни и на обретение им здоровья. Но что же тогда стоит за колыбельными с пожеланиями смерти? Известный советский филолог Владимир Аникин первым сказал, что это обман смерти. Распевая такую песню, мать не только не желает ребенку смерти, а напротив, по ее представлению, борется за его жизнь. К младенцу пристают разные болезни, нападают плаксивцы – существа, олицетворяющие болезни, вызывающие беспокойный крик и плач. Чтобы избавить ребенка от муки, мать решается обмануть эти существа, заявляя в песне громко, что ребенок все равно теперь умрет и даже мертв. Это как бы аналог переродов, когда ребенок как бы заново рождался на свет. Фольклористы считают, что смертные колыбельные – это своего рода заговор, корнями уходящий в язычество. Люди верили, что если ребенок увидит во сне что-то плохое, страшное, то на его это уже не повторится. У славян существовало представление, что младенец до определенного времени связан с иным миром и уязвим для потусторонних сил. Поэтому тексты смертных колыбельных не являлись шуткими для людей, имеющих подобные представления. Смысл их был в том, чтобы ребенок преодолел переходный статус и проснулся настоящим членом общества. Для того, чтобы обмануть смерть и болезни, были также охранительные имена. Чтобы ребенок вырос красивым, веселым и добрым, детей называли злобой, кручиной и некрасой. Поэтому же в колыбельных так детально описываются похороны. Такая ритуальная смерть была залогом возрождения ребенка, его нового рождения. Непосредственно связанные с областью заговоров, колыбельные решают прикладную задачу – угомонить неспящего ребенка сильнодействующими средствами народной магии. К смерти наши предки относились иначе, не так, как мы с вами. Для них она не была трагедией. Присутствие смерти в традиционной культуре – не пессимизм и неравнодушие. Это просто часть жизни. Главный злодей колыбельной демонологии – Бука. Он фигурирует не только в песнях, им еще и пугали непослушных. Но кто такой Бука? Как считают исследователи, существо это загадочное. К сожалению, развернутых записей были чек с Букой у нас нет. Сохранились, как правило, лишь упоминания о том, что им пугали детей. Бука может быть и маленьким, и ростом с березу. Энциклопедия Брагауза и Фрона описывает его так. Народная фантазия, олицетворяя Буку, изображает его с огромным открытым ртом и с предлинным языком, которым хватает детей и, бросив в глотку, пожирает их. Чтобы изобразить Буку, крестьяне одевались в вывернутую шубу. Сохранились и упоминания о том, что он был в белом саване. Загадкой, где живет Бука. В разных вариантах он обитает то в лесу, то в болоте, то в сарае. При этом ряд исследователей говорят, что на самом деле Бука это тот же домовой, дворовой. Их описывают похожим образом, да ряд других черт их объединяет. Интересно, что в отличие от других демонологических существ, Бука способен только пугать. Он не ест, не душит, не щекочет до смерти и не топит. Неизвестно ни одного текста Булички, где Бука исполняет свою угрозу. Вполне возможно, именно поэтому-то его и не боялись привлекать для пугания младенцев. Сегодня мы почти забыли все тайны своих колыбельных, и местами они для нас звучат жидковато. Вот только неожиданно ученые вновь заговорили о них. В Гитингенском университете в Германии проверяли эффективность различных средств против бессонницы. Среди многочисленных снотворных препаратов для чистоты эксперимента затесались и записи старинных колыбельных. Каково же было удивление у ученых, когда колыбельные посрамили все медикаменты. Сон от их воздействия при этом был особенно крепким и глубоким. Так что, когда ваш ребенок не сможет заснуть, вспомните про серенького волчка. Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь. Не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте. Эти и другие интересные истории теперь ищите на сайте история.дефисинтересно.рф ВКонтакте.